МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить о сегодняшних темах. Предъявите права. Сегодня вступает в силу закон, предусматривающий обязательное наличие российских водительских удостоверений у гастарбайтеров. Куда же тут сходить? На конечных остановках маршруток по-прежнему так и нет биотуалетов. А те, которые были, бесследно исчезли. За Россию-матушку в Рязани отметили День народного единства. А теперь обо всем подробнее. С сегодняшнего дня вступает в силу закон, запрещающий водить коммерческий транспорт иностранцам без российских водительских удостоверений. Другими словами, гастарбайтеры со своими экзотическими правами за руль автобуса или маршрутки в России садиться не имеют права. Как известно, закон в России вещь неторопливая, капризная, несовершенная и требующая постоянного контроля. В случае с правами гастарбайтеров при несоблюдении норм закона 50-тысячный штраф придется оплатить их работодателю. Причем выкладывать денежки владельцам транспорта придется всякий раз, когда дорожные полицейские будут вылавливать нарушителя. Выход один – садиться за парту в российской автошколе и получать наши родные и любимые пластиковые корочки. Для начала надо отметить, что такая практика принята во всех цивилизованных странах. Например, в Германии работать водителем может лишь обладатель национального водительского удостоверения. Другие права, как говорится, не играют. По закону федеральным номер 92 ФЗ вводится обязанность обязательно осуществления грузовых и пассажирских перевозок только при наличии национального российского водительского удостоверения. Однако доведение данной нормы в настоящее время отсрочено до 9 мая 2014 года. Понятно, что владельцы транспортных фирм засуетились. Кому же охота выкладывать кровные за отсутствие у азиатских работников российских прав? Однако, как и многое в стране без советов, пошло в кривь да в кость. В регионах началась суматоха и неразбериха. Дело в том, что до 5 числа водителям надо было пройти полный курс испытаний это теория, площадка и движение в городе, а после 5 ноября сдать только теорию. Но как это по-нашему сначала создать проблему, а потом пытаться ее решить? Причем главным образом на бумаге. Гастарбайтеров-водителей сейчас в России так много, что в поставленные сроки принять экзамен оказалось просто нереально. Похоже, дело сведется к элементарной замене. Одних прав на другие, иначе перевозки попросту встанут. Далее, владельцы фирм очень осторожны, но с полной уверенностью говорят, а ведь создается мощная и долгоиграющая коррупционная схема. Разве не так? Допустим, где-то там, в южных краях, нетерпеливый водитель попросту покупает права за энную сумму. Здесь, не имея времени и знаний, гастарбайтер понесет деньги, причем гораздо большие в соответствующей инстанции. В итоге, новый виток поборов, потому что вряд ли стоит ожидать от приезжих работников жалоб на вымогательство взяток. Они вообще привыкли к практическому воплощению формулы товар-деньги-товар. То есть, если хочешь что-то получить, за это надо сколько-нибудь заплатить, неважно кому. В России все за деньги, в том числе и обходные маршруты в любом законе. К этому, впрочем, и мы, коренные граждане, давно привыкли. Еще о маршрутках. Недавно жители Недостоева посетовали в телефонном разговоре с нашей редакцией. Деликатное, дескать, дело, но вот хотим обратить внимание прессы, а через нее родимую и городских властей, на проблему туалетов на конечных кругах пассажирских малых автобусов. Нету их туалетов тех самых, да и все тут. А вот потребность водителей исправить естественные надобности есть. Все, как говорится, люди, и порой наступает миг, что недостыдобушки, лишь бы хоть как-то освободиться от лишнего в организме. А ведь это грозит вскоре экологическим бедствием. Да и видеть все это приходится, как говорится, в первозданном виде, и запах осизать. Неприятно, что тут скажешь. Исследовал проблемы естественных отправлений на маршрутном кругу Глеб Галошкин. Жители многоэтажных домов по улице сельских строителей, это в микрорайоне Недостоево, уже долгое время страдают из-за некультурных водителей маршруток. Вот, например, конечная остановка 75-го и 82-го маршрута располагается здесь уже больше 10 лет. Однако и по сей день площадка не оборудована биотуалетами. Водители, надо их тоже понять, вынуждены справлять свои естественные потребности в ближайших кустиках или же прямо во дворах домов. Такая же неприглядная ситуация и на конечной 73-го маршрута. Сами водители маршрутных такси признают, что отсутствие туалетов наболевшая тема, причем по всему городу, а не только в Недостоево. Перевозчики рассказывают, что перед выборами в городскую думу в начале сентября на конечные остановки привезли биотуалеты. Однако буквально через пару дней после народного волеизъявления они куда-то исчезли, и все пошло по-прежнему. Еще одна проблема – это мусор. На конечных остановках маршруток мусорные контейнеры, если даже и есть, то, по словам местных жителей, практически всегда переполнены. Обертки и пивные бутылки валяются прямо на земле. Работники службы по уборке города в отдаленном районе Рязани появляются весьма редко. Сами водители говорят, что проблему с туалетами без муниципалитета они решить не могут. Кстати, об этом говорит и опыт других городов. Например, в Челябинске убирают мусор и биотуалеты, городские уборочные службы, а оплачивают их работу частные перевозчики. Еще в нескольких городах России владельцев маршрутных такси попросту обязали за свой счет установить биотуалеты. В общем, без административного контроля конечные остановки автобусов в Рязани по-прежнему будут раздражать своим внешним видом горожан и представлять собой весьма неприглядное зрелище. Что же касается поборов на дорогах, то есть у нас примеры как привычные, нехорошие, так и удивительные, позитивные. О них в информации следственного управления. Так, в Скопинском районе, по версии следствия, инспектор ДПС смело и мужественно пошел на мошенничество. Следствием установлено, что 7 сентября этого года на автодороге федерального значения Москва-Астраха и на территории Скопинского района инспектором ДПС был остановлен автомобиль, водитель которого подозревался в выезде на полосу встречного движения. Инспектор ДПС фактически не намеревался составлять протокол об административном правонарушении ввиду отсутствия доказательств виновности водителя. Он хотел просто путем обмана получить с водителя денежные средства. Следует отметить, что действующее законодательство предусмотрит уголовную ответственность не только для лиц, которые получают взятку, либо совершают мошеннические действия с использованием служебного положения в целях незаконного обогащения. Уголовная ответственность предусмотрена также и для лиц, которые дают взятку. Скопинским межрайонным следственным отделом также завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего гражданина Республики Молдова, который обвиняется в покушении на дачу взятки. Следствием установлено, что вечером 11 сентября 2013 года обвиняемый, управляя автомобилем и будучи остановлен инспектором ДПС, предложил инспектору ДПС взятку за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности за выезд на полосы, предназначенные для встречного движения. Инспектор ДПС от денег отказался, при этом пояснил водителю, что его действие является уголовно наказуемым. Несмотря на это, водитель все же положил деньги в блокнот постановления об административных правонарушениях. Вот как оно вышло? Не взял дорожный инспектор денег, да и все тут. А что, в жизни все бывает? Вчера в России отмечали День народного единства. Напомним, праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. В свете современных реалий о народном единстве говорят главным образом с точки зрения межнациональных отношений, которые в России, мягко говоря, далеки от идеала. В Рязани вчера на праздничный митинг вышли представители политических партий, в том числе ЛДПР. Рассказывает Оксана Тебенихина. 4 ноября в честь Дня народного единства региональным отделением партии ЛДПР был проведен митинг, посвященный празднику освобождения нашей страны от польских интервентов в 17 веке. Вообще это очень знаковый день. Это Минин и Пожарский в это время много лет назад спасали нашу страну от иностранных интервентов. И не случайно это один из традиционных митингов ЛДПР, которые мы проводим каждый год. Потому что только сплотившись, только сплотившись наша нация сможет выстоять. Потому что и сейчас смутные времена еще далеко не прошли для нашей России. Если каждый человек будет стремиться сделать жизнь в нашей стране лучше, если каждый человек будет добиваться своих законных прав, то и везде в целом у нас все поменяется. Мы будем жить замечательно, хорошо. И партия ЛДПР всегда будет поддерживать таких людей. Неравнодушных, честных, простых людей. Поэтому еще раз хочу поздравить всех с праздником народного единства. Для политических лидеров праздник народного единства имеет особое значение. Это возможность прояснить позиции партий в связи с интересами коренного населения многонациональной страны или, как сейчас принято говорить, титульной нации. Я хочу сказать, что я поздравляю от имени фракции ЛДПР Вязанской областной думе всех россиян, всех национальностей на территории Российской Федерации. И хочу призвать их к тому, что родина их является, их национальная республика. Общей нашей родиной является наша Российская Федерация. И если нашей стране будет угрожать какая-либо экономическая или военная опасность, то люди всех национальностей встанут на защиту своей Российской Федерации. Потому что это наша общая держава. Это наша общая родина. По окончанию официальной части либерал-демократы переместились в конференц-зал гостиницы Лович, где на общем праздничном заседании продолжили обсуждать насущные вопросы, связанные с политической ситуацией в России и Рязанской области. Увидимся вновь завтра, как обычно, в эфире телекомпании «Город». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова